Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас новый 3D лазерный уровень от компании Firecore. Как вы догадались, это уровень под названием F99TXR с красным лучом. Поставляется, значит, вот в такой сумке-кейсе. Размер ее несколько меньше, чем у лазерного 3D уровня Firecore F93TXR. Если сравнить их размеры, то, как можете видеть, у Firecore F93T сумка на порядок больше. Но они также различаются по комплектации и немного отличаются по цене. Да, друзья, новый уровень F99TXR продается только в такой сумке и имеет две комплектации. С одним аккумулятором, либо с двумя аккумуляторами. С одним аккумулятором можно купить за 7500, красный, зеленый за 9900. С двумя аккумуляторами, соответственно, красный за 7900, зеленый с двумя аккумуляторами за 10300. Сразу рекомендую убрать с двумя аккумуляторами. F93TXR на сегодня стоит в такой сумке 770 красный и зеленый 10 тысяч. Но можно взять, конечно, и подешевле. Это будет мягкая сумка, не такая. И если, допустим, сравнивать комплект вот этот, то там не будет очков и не будет такого поворотного основания. Его можно будет взять за 6140 рублей, а зеленый за 9000. То есть, по факту, цена у этих двух нивелиров не так сильно и разница, которые идут с этими сумками. Да, друзья, новинка F99TXR это как бы не старший брат F93T. Это просто другая новая модель. Сразу давайте пробежимся по комплектации. У F93T в комплекте есть очки, переходной бокс для работы от батареек и такое поворотное основание. У F99TXR очков в комплекте нет и также он не может работать от батареек. И за место поворотного основания здесь вот такое мощное магнитное крепление. Так, и давайте рассмотрим все поближе. В комплекте идет такая инструкция на английском языке. И в конце идут технические характеристики, из которых можем узнать. Защита от пыли и влаги IP54. Класс лазера. Погрешность 3 мм на 10 м, то есть 0,3 мм на 1 м. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса. Рабочая дистанция без приемника у красного 20 метров, у зеленого 25 метров. Но, друзья, это все в зависимости от степени освещения, как вы знаете. В темном подвале луч будет виден и на 100 метрах. Чем ярче освещение, тем, соответственно, короче дистанция. Тут уже требуется приемник, если, допустим, работать на улице. И вот как раз дистанция с приемником для работы на улице выше 50 метров. Длина волны у красного и зеленого используется литий-ионный аккумулятор 74 вольта. От него, значит, красный работает со всеми включенными плоскостями беспрерывно 10 часов, зеленый 7 часов. В основании есть две резьбы для крепления 1,4 дюйма и 5,8. Рабочая температура от 0 до 45 градусов и температура хранения от минус 20 до плюс 60. Вот, в принципе, и все, что мы можем узнать из этих характеристик. Более подробные характеристики можете посмотреть на сайте Laser Level, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Также в комплекте идет такая пластиковая магнитная мишень с градуировкой. Очень удобная вещь, либо подмагничивать к профилю, либо также ставить на пол и смотреть превышение. То есть по всей плоскости очень удобно. Особенно удобно для потолков Armstrong. То есть вы крепите к профилю, руки у вас свободны и свободно передвигаете подвесы, устанавливая, допустим, на определенную отметку все точки потолка. Вот такое зарядное устройство с евровилкой. И технические параметры адаптера можете сами посмотреть. Аккумулятор в комплекте поставляется литий-ионный, но довольно распространенный аккумулятор, его можно купить отдельно. Именно эта модель FL260, она идет на 2600 мАч. И еще модель такая же FL150, она идет на 1500 мАч. В принципе, она также абсолютно подходит. Вот такое, друзья, магнитное крепление со становым винтом 5,8 дюйма. Сделано очень мощно, с ребрами жесткости кругом. Здесь два больших неодимовых магнита. Примагничиваются они очень сильно к поверхности. И здесь есть еще такие маленькие резиновые пяточки. Это чтобы не портить поверхность, которой магнитите. Также крепление можно повесить на саморез. И сам прибор, друзья. Сделан он, как всегда, на высшем уровне, как и все остальные приборы от компании Fireco. Здесь расположен тумблер двухпозиционный. При положении OFF он блокирует маятник. Маятник не трясется, блокируется очень хорошо. Здесь находится под резиновой накладкой гнездо для подключения адаптера для работы от сети. Либо зарядки аккумулятора. Аккумулятор заряжается непосредственно стоя в приборе. А еще если учесть, что прибор работает только от аккумулятора, то получается вам всегда нужна розетка. Вот поэтому я рекомендую сразу брать с двумя аккумуляторами. И продается еще такая отдельная зарядка, в которой можно заряжать аккумулятор просто от сети. И тогда вопрос о питании полностью у вас закроется. Ссылку на такую отдельную зарядку и отдельный аккумулятор я оставлю также под видео. поэтому переходите смотрите отсек сделан очень хорошо плотно закрывается здесь есть резиновая прокладка по периметру то есть когда закрываете соблюдается очень хорошее герметичное соединение снизу расположен две резьбы 5 8 дюйма 1 4 дюйма сделан также очень аккуратно очень хорошо из латуни да друзья еще одно отличие от того же f93 txr на f99 t появляется уже отдельное крепление каждой башни на 4 винта это несколько удобнее да друзья еще забегая наперед скажу что башню у f99 t сделаны из металла у f93 t сделаны из пластика и снимаются они непосредственно при расслаблении корпуса да корпус кстати здесь раскладывается на половинке вверх это несколько удобней у f99 корпус раскладывается на пополам вот таким образом но в следующем видео по разборке и настройке его вы это все в принципе увидите еще если сравнивать эти два прибора то можно увидеть различия панели управления у firecore f93 txr здесь есть удобная шкала разряда батареи она имеет 4 диода у f99 t такой индикатор отсутствует да друзья можете посмотреть размеры f99 t намного мощнее чем 93 ну и надо сказать о таком конструктивном моменте как вот такое раскосое расположение вертикальных призм друзья если рассматривать угол то примеру f99 txr немножко будет поудобнее устанавливать так как угол у него такой открытый получается и видно лучше но это не критично это не настолько прям удобней я бы сказал но что-то в этом есть не знаю в общем если это кому-то кажется сильно удобным то наверное она так и есть я в принципе в этом какого-то сильного различия не вижу да друзья по излучателям здесь в обоих нивелирах то в принципе как и в других у этой компании используются лазерные излучатели от японской компании шар по алгоритму переключения плоскостей они абсолютно одинаковые то есть при включении прибора включается сначала горизонт и у того и у другого и потом клавиши переключаете плоскости по отдельности то есть следующее нажатие включается одна вертикаль горизонт выключается потом добавляется вторая вертикаль говоря только две вертикали следующее нажатие горят все три плоскости. Ну и последнее нажатие отключает плоскости и остается только один горизонт. Это один из самых удобных и продуманных алгоритмов переключения плоскостей. И вторая кнопка отвечает за переход нивелира в режим пульсирующей линии, то есть для работы с приемником на улице. Без нажатия этой кнопки приемник не будет видеть прибора, то есть обозначение у них разное. У Firecore F93 TXR вот так обозначается эта кнопка и загорается соответствующий диод. У F99 TXR кнопка обозначается вот такой волнистой линией и также имеет соответствующий диод. Да, друзья, еще пару слов по поводу приемника. Как вы можете видеть сейчас цвета у них отличаются. Здесь сочетание желтого с черным, здесь оранжевого с черным. Друзья, вот эта модель оранжевая с черным работает с приемником 5 Гц. Запомните и не перепутайте. Но в скором будущем появится расцветка другая, она будет как раз желтая с черным, как у этого. И этот прибор уже будет работать с приемником 10 Гц. Поэтому, если в будущем будете покупать прибор у кого-то с рук, то имейте ввиду, можно различать по цветам. Оранжевый с черным 5 Гц, желтый с черным 10 Гц приемник. Поехали дальше. Так, друзья, давайте теперь сравним скорость установки компенсатора. Кстати, надо сказать, что у этих двух нивелиров разные компенсаторы. Вот чуть повыше идет уровень F93, пониже F99 T. И давайте я одновременно их наклоню и посмотрим. Так, друзья, ну как видите, F99 TXR устанавливается где-то раза в два дольше, за 4-5 секунд. F93 TXR устанавливается в районе двух, максимум трех секунд. Да, кстати, на канале есть подробный обзор этого нивелира, как красного, так и зеленого. Можете посмотреть непосредственно на канале, либо перейдя по ссылке в правом верхнем углу. У обоих нивелиров при разгоризонтировании, при наклоне более 4 градусов, линии просто начинают мигать. Звукового сопровождения нету. То есть для кого-то это покажется плюсом, для кого-то минусом. Да, друзья, забыл еще сказать про один момент. Помимо работы с приемником, здесь есть еще также режим с заблокированным компенсатором. То есть для разметки под наклоном. Ну, как в принципе и в F93 T, этот режим тоже есть. Для этого нужно просто зажать кнопку переключения плоскостей на несколько секунд. То есть пока не загорит плоскость и не загорится индикатор. Все, компенсатор сейчас заблокирован и можете спокойно устанавливать линию под любым наклоном. В этом режиме линия будет вот так мигать раз где-то в 5 секунд. Это также является неким оповещением, чтобы вы понимали, что вы находитесь в режиме заблокированного компенсатора. У F93 T история абсолютно такая же. Удерживаете кнопку до включения и происходит то же самое. Линия также мигает. И в этом же режиме, соответственно, также можете дальше переключать плоскости, как требуется. Так, друзья, давайте еще раз вернемся к приемнику. Вот у меня есть приемник 5-герцовый. То есть включили прибор, включили режим работы с приемником. Включаю приемник. Введем линии, как бы мы не видим, если это работа на улице. И вот он начинает нам показывать ниже-выше. Вот середина. Все, точку мы отбили. Давайте я выключу звук, чтобы было удобней. И точку по риске отбиваем. Также есть крепление специальное в комплекте у приемника на рейку. По рейке смотрите превышение и отмечайте все точки, как требуется. Получается все верно. С 5-герцовым приемником F99 TXR сейчас работает. В желто-черном корпусе он будет работать с 10-герцовым приемником. Не забудьте про это. Теперь, друзья, предлагаю сравнить толщину лазерных линий на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 и 10 метров. Но так как у них излучатели одинаковые от одной компании, то думаю больших различий ожидать не стоит. Но давайте посмотрим. Так, друзья, на расстоянии 1 метра линии абсолютно одинаковые, чуть меньше 2 миллиметров. Сверху идет 99-й, снизу 93-й. Давайте посмотрим теперь на 5-ти метрах. На 5-ти метрах линии также одинаковые, как по яркости, так и по толщине, в районе 2 миллиметров. То есть никаких отличий абсолютно я не вижу. И давайте посмотрим теперь на 10-ти метрах. Так, друзья, и на 10 метрах различий также не наблюдается, как по толщине, так и по яркости. Толщина линии составляет около 3 миллиметров, то есть это отличный показатель. Да, друзья, микро покачивания практически отсутствуют, есть только совсем чуть-чуть, но это нормальная ситуация, они есть у каждого нивелера, у какого-то больше, у какого-то меньше. Здесь же с этим также все в порядке. В общем, друзья, отличный качественный прибор, есть небольшие отличия по комплектации, такие как отсутствие очков и вместо поворотного основания магнитное крепление, но здесь кому как удобнее, но в принципе это можно купить все по отдельности, как очки, так и поворотное основание. Из минусов можно выделить, что он не способен работать от батареек, из плюсов защитные башни лазерных модулей сделаны из металла и крепятся отдельно, и здесь уже дается возможность регулировать каждую плоскость по отдельности, не разбирая полностью прибор, то есть только достаточно снять башню. У 93 настройка несколько иная, она чуть посложнее, видео по настройке также есть на канале, можете посмотреть. В следующем видео проверим его на точность, разберем и посмотрим, что предлагается еще по настройке дополнительно. Друзья, если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. На этом я с вами прощаюсь, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok